Здравствуйте, уважаемые десятиклассники! Мы продолжаем с вами цикл онлайн-уроков по предмету «История румын» и «Всеобщая история». Сегодняшний урок был подготовлен преподавателем истории Лицея Кишинева Василия Лопу, Мельник Натальи. Озвучу его я, преподаватель истории Лицея Кишинева Михаила Ломоносова, Бахрин Джанета. Сегодня мы с вами продолжим говорить о реформах католической церкви. Католическая церковь не хотела и не могла смириться с возникшим против нее религиозным протестом, выразившимся в возрождении и реформации. Успехи реформации заставили папство предпринять ответные. Тема нашего сегодняшнего урока – контрреформация в Европе. План сегодняшнего нашего урока. Католическая церковь и ее борьба с ересью, инквизиция, орден иезуитов, попытка реформ и триденский собор 1563 года, религиозные войны. И в конце мы с вами подведем итоги урока. Католическая церковь и ее борьба с ересью. В середине 16 века папы, отказавшись от любых уступок протестантам, и начали борьбу с реформацией. Контрреформация – это церковная политика, направленная на то, чтобы остановить распространение протестантизма. Начал ее папа Пий IV. Чтобы остановить реформацию, католическая церковь должна была реорганизовать свою жизнь и лучше, чем прежде, контролировать действия и даже мысли верующих. Всех протестантов папа Римский объявил юридиками. Составляется индекс запрещенных книг. С 16 по 20 век вышло 32 издания этого списка, постоянно дополняемого новыми названиями. Последнее издание списка 1948 года содержало 4000 произведений. В 1966 году индекс был официально отменен, расширяется церковная цензура. Итак, кто же такие еретики? Еретики – это приверженцы вероучения, не отвечающего официальным церковным догмам. Именно против них была направлена основная борьба в контрреформации. По индексу запрещенных книг, что в переводе с латинского «индекс» – список публикаций, которые были запрещены к чтению Римской католической церковью под угрозой отлучения, преследованию подвергался не только автор, но и продавец, издатель и читатель. Запрещенные книги сжигались, поощрялись доносы на протестантов. Что такое инквизиция? Дословно расследование. Особый суд над еретиками. Учреждена в 1542 году. Что такое инквизиционные суды? Особые суды церковной юрисдикции, независимые от органов и учреждений светской власти, в основном вели борьбу с инакомыслием, ересями. Инквизиционный процесс отличался особой системой доказательств. Судья и следователь совмещался в одном лице. Широко применялись пытки как важнейший источник получения доказательств. Осужденные обычно приговаривались к сожжению на костре или отлучению от церкви. Казнь еретиков именовалась делом веры, аутодафы. Девиз инквизиции гласил «милосердие или справедливость». Церковь боялась распространения знаний, способных подорвать ее влияние на народные массы. По настоянию церкви были распущены Академии наук в Неаполе и Мадене. Под давлением инквизиции был вынужден отречься от своих взглядов «Галилео Галилей». Был сожжен на костре Джордана Бруно, не пожелавший отступиться от своих убеждений даже ради спасения жизни. Особенно свирепствовала инквизиция в Испании. Король Филипп II, религиозный фанатик, однажды заявил «Я предпочту совсем не иметь подданных, чем иметь таковыми эритиков». Борьбу с протестантизмом Филипп II распространил и на Нидерланды. С целью борьбы за чистоту веры на государственном уровне между королями и их подданными Испания, Франция, папа в 1540 году утвердил новый орден иезуитов «Общество Иисуса», основанный испанским дворянином Игнатием Лайолой в 1537 году. Итак, мы видим изображение Игнатия Лайола, основателя ордена, герб ордена святого Игнатия и иезуитскую церковь в Риме. Каковы принципы ордена иезуитов? Основные принципы построения ордена заключались в следующем. Во-первых, это соблюдение дисциплины, строгая централизация, строгая иерархия, беспрекословное подчинение авторитету главы Папе Римскому, распространение и защита веры, воспитание так называемых добрых католиков, преподавание и помощь обездоленным при необходимости жизни в миру. Большое место в ордене занимало образование, которое, в отличие от нищенствующих орденов, не было ограничено только богословием, но включало в себя и овладение комплексом гуманитарных знаний. Иезуиты должны были подчинять свою мораль соображениям необходимости борьбы с реформацией. Ради этого они могли прибегать ко лжи и интригам, организовывали заговоры и покушения на протестантских лидеров. Единое орденское одеяние отсутствует. В 1545 году был проведен Триденский собор. Что такое собор? Это съезд представителей духовенства, прежде всего епископов, для обсуждения общезначимых вопросов вероучения, культа или церковной организации. Собор подтвердил основные положения вероучения католической церкви, направленные на укрепление церкви и инквизиции. Все сторонники реформации были объявлены эретиками и поставлены вне закона. Тем самым католическая церковь дала католикам право преследовать и убивать лютеран, кальвинистов и сторонников других реформационных учений. Церковь должна была строго выполнять его распоряжения. Сторонники реформ добились отмены продаж индульгенций. Библия объявлялась единственным источником вероучения. Языком богослужения называлась латынь. Сохранился культ Девы Марии и Святых. Священников обязали хранить целебат, запрет на брачные отношения и рождение детей. Триденский собор 1563 года и его решение. Заседал собор в 18 лет. Был создан для разрешения разногласий между католиками. Одна часть католиков была за реформы, другая против. По решению собора было решено отказаться от реформ, подтвердилось верховенство Папы Римского над собором. Церковь должна была строго выполнять его распоряжения. Сторонники реформ добились отмены продаж индульгенций. Библия называлась единственным источником вероучения. Языком богослужения утверждалась латынь. Сохранился культ Девы Марии и Святых. Священников обязали хранить целебат, то есть запрет на брачные отношения и рождение детей. Религиозные войны. Гугенотские войны во Франции 1562-1598 годы. Во Франции более 30 лет продолжались религиозные войны, получившие название гугенотские. Гугеноты – в переводе со швейцарского «товарищи» название французских протестантов. Цели династии Валуа – предотвратить раскол церкви и государства. Цели гугенотов – конфискации церковного имущества, установление дешевой церкви, ограничение королевской власти во имя восстановления сословных учреждений. Оба противоборствующих лагеря возглавляла феодальная знать – католиков, герцоги Гизы, гугенотов, принц Луи Канде. Ярким примером может служить август 1572 года в Париже, когда было истреблено около 30 тысяч гугенотов, которые съехались на свадьбу сестры короля с их руководителем Генрихом Наварским. И называется данное событие «Варфоломеевская ночь». Папа Григорий XIII поздравил французского короля с истреблением врагов веры и велел изготовить медаль по данному случаю. С фактическим вступлением на французский престол в 1594 году Генриха IV Бурбона, перешедшего в католицизм, военные действия в основном закончились. Окончательно завершил гургозные войны Нанский эдикт 1598 года. Католицизм оставался официальной религией, но гугеноты свободно могли исповедовать кальвинизм. Подведем итоги сегодняшнего нашего урока. Результаты контрреформации были впечатляющими. Католической церкви удалось подавить реформацию в Польше, Италии, Южной Германии. Папство удержало под своей властью Испанию, Италию, Францию, Австрию, Польшу и Чехию. Миссионеры добились успеха в распространении католицизма в странах Латинской Америки и Азии. Там, где победила католическая церковь, как правило, дольше сохранялись феодальные порядки, тормозившие развитие экономики. В конце нашего урока предлагаю вам выполнить следующее задание. Выразите свою точку зрения о влиянии реформации и контрреформации на развитие светского общества. Спасибо вам за внимание. Хорошего вам дня.